Девушки отдыхают Есть ли между звездами шоу-бизнеса реальная вражда или ссоры Агутиной и шамана фейк и хайп? Там было много людей Слухи о том, что Агутин демонстративно не разговаривает с шаманом, поползли еще два года назад после фестиваля эстрадной песни Наша съемочная группа тоже работала за кулисами той песни года Вот Леонид Агутин позирует фотографом, музыканта просят пройти дальше, он вежливо отказывается Ведь в это время его коллега, певец-шаман, дает интервью, и место занято им Не будет же Агутин двигать коллегу ради удачного кадра? А уже на следующий день полетели скандальные заголовки Певец Агутин отказался находиться в одном кадре с шаманом на съемках фестиваля песня года По слухам, Леонид Агутин отказался выступать с шаманом на одной сцене Я даже не спрашиваю, кто это сделал, ну, бесполезно искать вот эти все статейки Читая, смотря вот на это, я понимаю Мы, как люди известные, как участники комиксов За что боролся, на то напоролся То есть какие-то вещи просто я считаю за гранью, которые нельзя допускать Это просто некрасиво Спустя год история повторилась Леонид Агутин якобы вновь не захотел стоять на одной сцене с исполнителем песни «Я русский» Приписали Агутину фразу, цитируем Петь с шаманом – это словно пропахнуть беляшами из кремлевской столовой Как отреагировали? Я был в больнице в эти дни, когда вышла МЛО операция Я так неожиданно обнаружился тромб Вообще из разряда людей, редко болеющих Это для меня нонсенс Поэтому я как-то немножко был этим занят Через пару недель я говорю, а что постоянно вот это муссируют? Ребята мои, кто занимается там прессой Говорят, да вы что, Леонид, вы такое сказали, оказывается Ужас какой Пока меня не было, я чего только не сказал На прямой вопрос, а что же действительно сказал Леонид Агутин на песне «Года» певец отвечает Во-первых, я никогда в жизни не позволял себе по поводу своих коллег Какие-то высказывания Все, кто смог завоевать любовь аудитории Все, кто делает так И зал вместе с ним Вместе скандирует песни Это в любом случае талантливый человек Плюс, наверное, воспитание не позволяет А главное, меня там и не было вообще Я вообще давно не пою финальную песню А вот и тот самый концерт Леонида Агутина действительно нет на сцене Смотрим сами Вот Лев Лещенко, певица Валерия, Николай Басков, Дима Билан К ним присоединяется Филипп Киркоров Следом выходит певец Шаман и Полина Гагарина По сценарию знаменитостей подходят к Рампе И только Шаман внезапно убегает за кулисы Как потом заявит один из белорусских блогеров Мэтры эстрады якобы устроили заговор И чуть ли не силой выдавили молодого артиста Ярослава Дронова со сцены Юрий Антонов тоже был на этом концерте И называет эту версию абсурдной Наверное, знаете, да, музыкант Шамана? На него сейчас ополчился весь шоу-бизнес Я не знаю, я в такие дрязги не вступаю Я отношусь к нему положительно Ну, парень поет, выглядит приличен Леонид Агутин, которого по факту не было на съемках С легкой руки желтой прессы Тоже попал в разряд противников Шамана Вместе с другими коллегами Человек смотрит этот материал, думает Ух ты, вот сейчас я скажу, что они отвернулись Но этого мало для репортажа Что бы еще такое? О, Агутин, его вообще нету Так это классно, значит он не вышел на сцену Вот, супер, креатив пошел Я видел видео Сколько раз я на таких репетициях сам принимал участие Это довольно формальная вещь Надо выйти и спеть свою строчку Вас поставили, сказали, где кто стоит Как вы выходите Вы спели И дальше все по своим делам куда-то спешат Никто ни на кого не смотрит вообще Ни на Шамана, а вообще ни на кого Кто куда-то убежал Может у него следующий номер, например У него выход в другом костюме Ты не поверишь Но оказывается, так и было Шаман побежал в гримерку, чтобы успеть переодеться Для следующего номера Ведь на съемках с участием большого числа звезд Жесткий тайминг Ярослав Дронов, понимая, что все только и ждут скандальных подробностей его ссоры со всем шоу-бизнесом, явно заигрывает с прессой Если просто взять вот так вот все и рассказать, будет, наверное, скучновато То есть все-таки было это? Я, эээ... Ну, ребят, ну, вы чего вы на больное давите? Ладно, боксом, работаем Все хорошо Самое главное, что народ меня поддерживает С Олегом Михайловичем Газмановым С Григорием Левсом Мы прекрасно вот ладим Уже в гримерке, в интервью нашей программе Шаман объясняет У него нет обид на старших коллег За кулисами все относятся друг к другу с уважением, независимо от возраста и званий Кстати говоря, сегодня у нас на гитаристе будет очки Григорий Левс Мы так иногда поздравляем друг друга Сегодня они здесь с нами Пожалуйста, белый золот Ажиотаж вокруг выдуманной ссоры с коллегами Шаман объясняет просто Это же нормально, абсолютно появляется новый человек Как, естественно, в любом коллективе Кто-то нормально, адекватно относится Кому-то, допустим, это не очень нравится А тем более появление-то яркое было достаточно И до сих пор сейчас уже третий год творческой жизни Что касается конкретной ситуации с Леонидом Агутиным Шаман заверяет Никакого личного конфликта между ними не было и быть не может Не верят артисты в то, что интеллигентный Агутин злословит за его спиной Я лично не слышал такого Кстати, после того случая мы пока не пересекались Не было возможности Я тоже не парсирую события Спокойно пересечемся, встречимся Поздороваемся, они годы потравили А вы лично с ним знакомы ли? С Ярославом На голосе мы же виделись Он был в команде Пелагея Я хвалил его Говорил, что мощный голос Свою позицию относительно выдуманного скандала С шаманом Леонид Агутин Даже размещал на личном сайте Певец возмущен тем, как современные блогеры Искажают информацию С одним из них музыкант уже выиграл суд Блогер из Орловской области якобы усмотрел в клипе Агутина на песню Включите свет масонские знаки Что-то такое про масонство Я вообще почти никогда не реагирую на идиотов Но тут меня это оскорбило по-настоящему Довольны результатом? Я довольны результатом, да Он уже начал выплачивать? Нет, он сбежал вообще за границу Да, да бог с ним Дело же не в деньгах Также сейчас очень много Про нас такое количество сейчас И про меня, и про мою жену Про нас двоих Такое количество всяких фейков Жизни не хватит со всеми судиться Но придется В век интернета и фейков Леонид Агутин рекомендует доверять Только прямой речи артистов И уже в следующую субботу Певец лично расскажет нам О пополнении в своей семье Окей, отлично, все У меня план есть уже А шаман лично покажет свою гастрольную жизнь Сколько пар знаменитых кожаных штанов он сносил Когда певец уже обзаведется Собственной квартирой в Москве У кого шаман подрабатывает стилистом? Сколько такая прическа обошлась бы Если бы это было на заказ С вами бесплатно Смотрите только в «Ты не поверишь»